Доброе утро, Полтава! Здравствуй, Украина! 21 июня 2017 года. Доброе утро, Сергей Станиславович. Что у нас? У нас, судя по всему, начинается уже очень тяжелая неделя. За прошлые сутки у нас поступила информация о двух чрезвычайных происшествиях. По улице Европейской, по адресам 68 и 139, горели балконы. В обоих случаях причины и последствия будут уточняться. Самая тяжелая ситуация у нас сейчас идет по коммунальным службам. За вчерашние сутки отобума «Энерго» включила два теплопункта теплосети, номера 71 и номера 68. Ситуация усложнена тем, что эти теплопункты дают не только горячую, но и холодную воду в микроролюбе. Было очень много звонков, думаю, что они будут сегодня продолжаться. Вчера ночью город с инициативой вышел с помощью управления испытаний отзывчайных ситуаций. Наши чрезвычайные службы подключали два аварийных генератора на эти две подкачки. Сейчас вода с 6 до 10 часов будет запускаться, чтобы люди хотя бы могли набрать воду, потому что городского давления хватает до второго этажа, и то на втором этаже уже практически нет воды. Будем питать от генераторов. У нас особо «Энерго», конечно, ситуация тяжелая. Сергей Станиславович, есть ли у городских властей какие-то рычаги влияния на обу «Энерго»? На обу «Энерго» нет, это уже по сути частная фирма. То есть они творят, что хотят? Да, ну, я не могу так, конечно, говорить. Но это мое осуждение, давайте говорить, как есть. По сути, так оно, в принципе, действительно есть, тем более... Чего они хотят добиться? Я не понимаю. Значит, сейчас, на данный момент, я же говорю, когда вопрос стоял по нашим троллейбусам, потом уже отключались светофоры, лифты, коммунальную нагрузку, подкачки водоканала временно отключали. Ну, такая ситуация, чтобы отрубить два крупных теплопункта, которые дают и горячую, и холодную воду. Ну, я не знаю, смотрит ли меня кто-то особо «Энерго», повлияют ли мои слова. Но люди уже, наверное, мои диспетчеры вчера ночью услышали столько негатива, хотя вроде бы никакого отношения и влияния мы не имеем. Тем более, город не закрыл глаза на проблему вроде бы коммунального областного предприятия типа «Энерго» и все-таки же работает по СМЧСникам и по настройке генераторов. Ну, мы вчера высушили очень... Власти ведут какие-то переговоры, пытаются, кто пытается? Я так понимаю, что да, но я сомневаюсь, что нас слышат, потому что это уже не первое отключение, и, Жюль, я не уверен, что этим дело у нас все закончится, потому что, ну, тяжелая очень ситуация, и, если честно, моя точка зрения, чтобы эти два теплопункта были выбраны не случайно, потому что, ну, я понимаю, что они, скорее всего, больше всего потребляют электроэнергию, но потребляют они электроэнергию из-за того, что они подают не только горячую, но и холодную воду. Ну, весь алмазный оставить без воды на сутки по такой жаре, это, конечно... Ну, это ваше личное суждение, давайте сразу же отделять, потому что вы... Сейчас вы... Да, ну, это моё личное суждение, но, тем не менее, я жалю, что такого количества звонков у меня обычно идет при запуске отопления, а сейчас, ну, действительно, люди возмущены, и я думаю, что реально создавание социального напряжения и толкание реально город в режим чрезвычайной ситуации. Алло, Облэнерго, вы что там? Чего ждете? Чтоб люди вышли? Чтоб начали перегораживать дороги? Не надо, не играйтесь. Ну, а сегодня по погоде у нас опять ожидает, у нас очередной жаркий день, температура 25-27 градусов, в нём, возможно, небольшую дождь с грозой, поэтому я ж говорю, ну, при таком жаре, я сейчас скажу обсудить. Ну, уже пасмурно, видимо, облачно, будет ли дождь, посмотрим дальше. Также у нас есть информация, что уже с завтрашнего дня у нас будет запуск котелин, которые стоят у нас на плановом ремонте, это КГМК-35, КУВЛ-6, независимости-16, и по Монастырской-6 запускается после завтра котелин. То есть всё планово идет? Да, то есть, ну, там же люди, конечно же, предупреждены, там вывешены объявления, то есть люди знают об этой ситуации. У нас ещё есть два аварийных отключения по газу, ПВП УРВК, 15-17, зафиксированный ВТГ за 14-го числа, сейчас пол-того газ разбирается, и Богдана Кмельницкого, 34, по стоеку, квартире 30, обнаружен тоже ВТГ, 20-го числа остановлен дом, но думаю, что будут разбираться. Радует то, что в данной ситуации люди, которые по обл.энерго имеют в виду, что мои диспетчера мне только что сказали, что люди, которые видели, что проводятся работы, что ночью там и управление испытания на случайной ситуации, и заступник Мейскового УРШу, пока не подключили генераторы, не покидали, скажем так, эти места. Люди видели, ну не много, но люди виделись, мне звонили с благодарностью, что город, скажем так, не закрывает глаза на эту проблему, тем более, учитывая то, что вроде бы одно предприятие в основе, а другое предприятие частное, но я живу в авиатаряму уже просто... Вот такая вот ситуация. Обл.энерго я свой меседж вам отправил. Всего удачи!